...завершить его и, по большому счёту, вернуть свои деньги. Я сразу предвосхищая предыдущие вопросы, прокомментирую... ...последующие вопросы, прокомментирую предыдущие вопросы касательно... ...куда делись деньги, которые внесли на доплаты. ...деньги ушли на выплату компенсаций по исполнительным листам, поданным по требованиям дольщиков. То есть, по вынесенным решениям, вступившим в законную силу, которые были переданы в службу судебных приставов... ...были выставлены аресты на счета Роспана и все поступившие средства от других дольщиков... ...а, может быть, и от тех же самых, были списаны со счетов. Сейчас, в настоящий момент, насколько мне известно, ситуация не изменилась. Счета заблокированы пока в настоящий момент. Поэтому любое внесение средств на эти счета вовлечет такое же автоматическое списание. Поэтому, действительно, до окончательного решения вопроса по смене собственника проекта, лучше не производить оплату. То есть, они совершат очередной круг. А пейни потопочных не будут взиматься. Хорошо. У меня происходит смена собственника. Влечет ли это, как бы, смена названия? Был, допустим, Роспан, а станет, допустим, Мируспан? Во всяком случае, на этапе достройки КРО, позиции 2 и позиции 3, в настоящий момент не предполагается смена юридического лица. Хорошо. Вопрос тогда в следующем. Вот у нас тоже по второй позиции сроки пролетают в положенные. Соответственно, предъявлять, как бы, претензии к кому здесь уже, то есть, как это будет? С кем заключены договора у нас для его участия? В данном случае это Князев, Роспан? Нет, давайте, Князев, это должностное лицо, генеральный директор. А, был генеральным директором. Он уже освобожден от должности с сентября прошлого года. После этого был другой генеральный директор, который также написал заявление и сложил себя полномочия. Но юридическое лицо, ваш, скажем так, контрагент, с кем-то посредственно вы исключали договор для его участия, кто привлекал ваши денежные средства, это ООО Роспан в настоящий момент. Вопрос такой, в момент окончания строительства директор будет еще действовать, или оно уже тоже закроется как-то? Мне сложно сейчас сказать, как будут развиваться события, с учетом того, что в настоящий момент уже по вынесенным решениям пользу вас же, то есть совокупная сумма по искам составляет 5,4 миллиона, и все эти сейчас требования, по сути дела, влажатся временем на застройщика. Как вы сами понимаете, создается замкнутый круг. Средства, которые хотел бы застройщик, так скажем, в рамках предыдущего собственника вложить в строительство, автоматически списывались в пользу удольщика. Вы в своем праве, вы реализуете права, подоставленные ФЗ-214, но реальность такова. Дольщики тоже внесли определенный вклад в задержку сдачи этого объекта. Суть вопроса, что когда у нас находится в строительстве, когда они предписывают и получают ключи, фактически, я так понял, что спрашивать-то и несколько уже будет? Конечно. Нет, когда вы получите ключи, несколько будет спрашивать? Да, потому что я на том, что если в строительстве будет КАЭЛ, вторую-третью позицию, юрлицо Роспан, а когда они закончат стройку вот этого с увеличением нового инвестра, Роспан, это теоретически, предполагаю, может, если закончиться и появиться какой-нибудь там, не знаю, не Роспан, а... А я суть вопроса не понял, что спрашивать выходить? Ну, неустойка, например, в сроках строительства. Я не готов сейчас сказать, как действительно развиваться события. Вас право лишить никто не может на предъявление своей, реализации своих законов. Просто я смысл вопроса, я понимаю, что вы удивите. Вот вы слышите, что потом не смог получиться. Ну, кто... Это не будет, это Роспан, это реально, не серия. А кто возьмёт на себя вот это всё ответственность? Вот в чём вопрос стоит. Ну, есть отношения, которые предусмотрены гражданским кодексом. Предъявляйте... Если... Дмитрий Николаевич, можно я отвечу на этот вопрос, но по-другому. Ну, вот, вы как исполнитель, а я как должностное лицо. Если Роспан не будет существовать на тот момент, вы уже ни с кого не спросите. Я про это и говорю. Если же сегодня, вот мы когда с инвестором говорили, не хотелось бы вслухать и говорить слова, да, то есть это как бы не защита инвесторов, он говорит так, хотелось, чтобы все воздержались от подачи вот этих вот исков, которые существуют. Для чего? Говорит, да, для того, чтобы, да, достроить позицию три. Понятно, да? То есть, если, например, сегодня первые, вторые подадут, значит, да, и третьи в том числе, но третьи ещё у нас время есть там, да, то на третью позицию просто денег не хватит. И на этом всё выходит. Поэтому здесь ещё раз Олег Николаевич правильно сказал, у вас есть на сегодняшний момент право, у вас есть договорные отношения, а вот то, что озвучили, вот озвучили. Через две недели мы к вам придём. Но мы говорим, что сейчас платить не надо. Давайте чуть-чуть подождём.